Я хожу, проверяю, может, он сюда зашёл. Может, что, он же помнит. Дальнее-то у него осталось, а вот впереди-то у него памяти-то нет. Уже две недели Любовь Ларионова обходит ильмаш, расклеивая листовки. Женщина надеется узнать хоть какую-то информацию о пропавшем муже. Портреты его на базарчике, на остановке повесила, в магнит отдала, значит, на горку сходила, там, куда вот бомжи посылают, они же как-то общаются, они сами бескровные, их приучают. Тут сходила, ну, везде походила. 73-летний Владимир Притворов пропал из частного пансионата на улице Фрезеровщиков, где должен был находиться до конца месяца. В учреждение женщина поместила его, так как сама ложилась на операцию. По словам Любови, её муж болен деменцией и нуждается в специальном уходе. Меня так заверили хорошо, я говорю, он не сбежит. Нет, 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 да вы что, у нас ещё никто не сбегал. Уже 19 июня женщине позвонили с новостью о пропаже. Оказалось, что больной пенсионер два раза пытался уйти из пансионата. С третьей попытки ему это удалось. На пятый день Владимир своими силами открыл ворота и покинул территорию пансионата. Вокруг здесь только лес и болото. Но сотрудники говорят, что отправился он по направлению в город. В день пропажи шли сильные дожди, поэтому даже с собаками не удалось найти следы Владимира. Рыбаки, которые видели пенсионера в тот день, говорят, что он спрашивал дорогу в город. В пансионате отказываются признавать ответственность за пропажу постояльца. Мы ответственность не несём. В договоре это всё прописано у нас. У нас нережимный объект, мы не можем их держать на привязи. То есть это пансионат временного пребывания. В договоре с пансионатом действительно есть пункт о том, что учреждение не отвечает за постояльцев, самовольно покинувших территорию. Но по словам юристов, это можно оспорить. Включая такое условие в договор, ну вот это учреждение, оно как бы снимает с себя ответственность. Но юридически, с точки зрения положения гражданского кодекса, я думаю, что обеспечение контроля за перемещением пациентов лежит именно на учреждении. Сейчас в поисках пенсионера задействованы полиция, МЧС и поисково-спасательные отряды. Полиция города Екатеринбурга просит всех, кто обладает какой-либо полезной информацией о его местонахождении, сообщать по телефону дежурной части 356-42-14 или по телефону 02. Супруга пропавшего надеется на любую помощь и сдаваться ненамеренно. Говорит, сейчас для неё главное найти Владимира. И только после этого она будет решать, предъявлять ли претензии пансионату. Евгений Алексеев, Николай Косарев и Кирилл Ростовский. События ОТВ. Продолжение следует...